Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева, Виртуальный мир. Книга первая. Играй или умри. Пролог Наконец я достигла цели. По правде сказать, уже и не помню, сколько лет ушло у меня на то, чтобы найти нужную дверь, а затем и заполучить право на ее открытие. Могу лишь сказать, что много. Бесконечно много. Но во сколько монстров я перебила ради того, чтобы стать достаточно сильной и осуществить свой план, сосчитать невозможно. Как оказалось, время стирает из памяти числа. И сейчас я даже не знала, сколько лет мне самой. Но высчитывать, в очередной раз предаваясь воспоминаниям, просто-напросто не хотелось. Вот же ж. Стоило лишь подумать, и в голове тотчас закрутились десятки образов и картинок. Те самые счастливые деньки, которые я проводила в этом мире, не зная значений слов «страх», «ужас», «смерть». Как же давно это все-таки было. На самом деле, мне уже и не вспомнить, когда в последний раз я видела живого человека. Не уверена, что в этом мире вообще остался хоть кто-нибудь, кроме меня. Столько лет я бродила по нему совсем одна. Однако ждать осталось недолго. Очень скоро мои мучения закончатся. Остался всего один, последний шаг. Сделав глубокий вдох-выдох, чтобы наконец успокоить бешеное сердцебиение, я толкнула двери. С их идеально ровной зеркальной поверхности на меня посмотрела молодая красивая девушка с серебристо-лунными волосами и глазами цвета первой листвы. «Скажи мне кто, что за этим идеальным личиком скрывалась настоящая старуха, в жизни бы не поверила». Но именно так все и было. Люди не живут столько, сколько сейчас этому телу. Бессмертное тело — чуть ли не предел мечтаний. Вот только я так не считала. Иногда она становилась настоящим проклятием. И мой случай именно такой. Пора с этим покончить. Моя жизнь затянулась слишком надолго. Вспомнив прошлое, я невольно улыбнулась злой шутке судьбы, после чего сделала шаг вперед. Весело мотая хвостиком, передо мной бежал фамильяр — Лиса Феник. Он один у меня и остался. Вернее, только он и смог пережить весь тот ужас, что с нами случился. Лишь благодаря Фенику за все это время я еще не сошла с ума и не наложила на себя руки. Он был со мной, пока изо дня в день я убивала все новых монстров, чтобы поднять себе уровень. Вот только отчего-то сейчас, когда я наконец-то стояла у финиша, радости не ощущалось совсем. Наоборот. Одно безразличие. Складывалось впечатление, что я просто сделала то, что должна. Спустя пять минут пути по коридору со стеклянными стенами я вышла к огромному залу, в центре которого дремал китайский дракон. Его ярко-красная чешуя переливалась в сети энергетических кристаллов на потолке, пока ядовито-желтые глаза так и выискивали новую жертву. Длинное тело монстра протянулось от одного конца зала к другому, пока его усики подрагивали от учащенного дыхания. Но огромные клыки заляпаны чьей-то кровью. Ясно. Похоже на проверку. Босс пятисотого уровня. Могли бы придумать что-нибудь и поинтереснее. Вытащив меч из хранилища, я направил его прямо на монстра. Тот уже нападал. Страха не было, как и других чувств. Только желание закончить это все побыстрее. Сорвавшись с места, я метнулась вперед. Мгновение, и дракон разрезан точно пополам от головы до хвоста, после чего развалился на две части в ожидании момента, когда я заберу с него свой подарок. Никак на это не среагировав, и лишь применив очищение на мече и одежде, я продолжила путь. За этим залом был еще один, где меня поджидали уже новые твари, рогатые минотавры с двумя топорами за поясом. Все черного цвета и ростом по три метра каждый. Увидев меня, они заревели и тотчас пробили воинственный ритм кулаками по обнаженным торсам. Тем временем их слюни разбросало по всей округе, и эта гадость даже до моих волос долетела. Какая мерзость! Тяжело вздохнув, я крепко сжала меч и кинулась вперед. Здесь разобраться с тварями за пару мгновений у меня не вышло. Весь бой против двадцати особей занял порядка тридцати секунд. При этом особенно настырный минотавр умудрился два раза отрубить мне левую руку. Ну а когда-то вернулась на место во второй раз, я растекла врага точно пополам, как и дракона до этого. Будем считать это благодарностью за то, что он умудрился меня слегка раздразнить. Феник же ждал у входа, к следующему залу, играя с собственным хвостом. За хозяйку этот мелкий ни капли не волновался. Даже он понимал, что минотавры мне особых проблем не доставят. Максимум отрубят пару-тройку конечностей. Но да, это мелочи в нашей реальности. Продвигаясь вперед длинными коридорами, я продолжал обрасать на собственную руку слишком недоуменные взгляды. Как давно перестала чувствовать боль? Когда именно привыкла к ней настолько, что стала считать отрубленные руки мелочью? А ведь, кажется, когда-то даже малейшие царапины заставляли кричать и плакать. Минутку. Почему я вообще об этом думаю? Какое сейчас до этого дело? Пожалуй, это предчувствие конца влияло на меня таким странным образом. Нужно с этим заканчивать. Размышляя о подобных глупостях, я успела зачистить еще три комнаты, после чего, наконец, вышла к залу, куда так долго мечтала попасть. Нужную мне вещь я отметила буквально сразу же и тотчас направилась к ней быстрым шагом. Предмет, которому меня послал обелиск, и ради которого я сражалась так долго, своим внешним видом напоминал обычное зеркало. Однако я знала, что это не так. Здесь я могла исправить свои ошибки. Здесь я могла получить доступ к системе и перечеркнуть историю этого мира. Еще немного. Совсем чуть-чуть. Мое одинокое путешествие наконец-то подходило к концу. Сделав тяжелый вдох, я прикоснулась ладонью к твердой поверхности зеркала, после чего быстро отстранилась из-за непередаваемого холода, окутушу тело буквально за миг. В зеркале же вдруг появилась надпись «Приветствую, Виолетта, Чернова». Каждое слово выведено аккуратной прописью, а цвет — красный. Кроваво-красный, если быть точнее. «Я здесь, чтобы переписать коды активации системы», — сообщила я зеркалу непонятно зачем. Знала ведь, что и мысленным сообщением можно ограничиться. Возможно, просто соскучилась по звуку собственного голоса. Как это сделать? «Это право дается вам всего раз». Буквы внутри зеркала вдруг изменились. «Хорошо подумайте и решите, что именно вы хотите изменить. Имейте в виду, что влиять на руководящие принципы мира вы не можете». «Знаю», — процедила я сквозь зубы. «Мне нужно не это, совсем нет». Голос вдруг дрогнул, и я перелала взгляд на феника, после чего быстро взяла себя в руки и выпрямилась. «Еще одну попытку. Я хочу еще один шанс». Вдруг я поняла, что на глаза наворачиваются слезы. «Такое странное чувство». «Ведь в последний раз я плакала очень, очень и очень давно». «Мне нужно...» «Нет, я обязана вернуться в то время. Попытаться еще раз. В следующий раз, уверена. Я обязательно его спасу». Ваш запрос принят и одобрен. В оплату за него текущие воспоминания данного тела будут стерты. «Жду не дождусь». Непроизвольно сорвалось с моих губ в этот миг. «Вы подтверждаете запрос?» «Да». После твердого и решительного ответа я все-таки бросила на малыша у ног грустный взгляд. Кажется, пришло время прощаться. Вот только еще до того, как я успела прижать его к себе и сказать, «Прости, но так нужно», комната озарилась ярким светом, объявшим меня со всех сторон в гноение ока. Глава первая Андрей Растерянно осмотревшись, я краем глаза отметил, что вокруг меня лес, а под ногами трава просторной поляны или даже небольшого поля. Вдалеке виднелись горы. Над головой раскинулось голубое небо и светило теплое летнее солнце. Вот только мне сейчас не до красот природы. Усевшись прямо на траву, я с рассеянным видом сорвал одну из травинок и внимательно рассмотрел. Обычное. Огромное множество такое растет везде, где только можно. И как бы я ни всматривался, ничего необычного не обнаружил. Даже муравей, что сейчас полз по травинке, был самым обычным. Вот только все это неправда. Или нет? Когда-то давно, еще когда мне исполнилось только 20 лет, я мечтал, что доживу до того дня, когда появятся виртуальные миры полного погружения. Время шло, а эта мечта оставалась только в моей голове и многочисленных книгах, посвященных виртмирам. В ней существовали капсулы полного погружения, и люди могли окунуться в мир своей мечты. Можно было выбрать, кем стать и чем заниматься. Да много чего можно в книгах, но, увы, не в реальности. Так я думал, пока не умер в возрасте 40 лет в 2018 году. Смерть была банальной и не очень приятной. Рак. Это не та болезнь, от которой найдутся желающие умереть. Слишком много боли несет с собой это заболевание. Это случилось, казалось, миг назад. Всего мгновения, но так лишь кажется. Когда умирал, то мечтал лишь об одном, чтобы боль ушла и больше не возвращалась. Можно сказать, молил о смерти, настолько мне было хреново. Потом ничего. Ну или я просто не помню. Кто знает? Может, те, кто решил вернуть меня обратно к жизни, знают ответ на этот вопрос? Скорее всего, знают. Ведь они как-то смогли сделать так, что я снова вроде как живу. Впрочем, это вопрос философский. Если я мыслю, значит, существую. Наверное, мне стоит сейчас радоваться и прыгать от счастья, но почему-то не хочется. Есть только желание спокойно посидеть и унять трясущиеся руки, да еще неплохо бы разобраться в себе. Упав на спину и уставившись бездумно в небо, я попытался осознать то, что теперь возникло в голове. Хотя, если это виртуальный мир, то откуда у меня голова? Да и существует ли вообще мое физическое тело? Существую ли я где-нибудь в реальности? А может, и реальности уже никакой нет? Вот же противные мысли лезут в голову. Так, Андрюха, соберись, не будь тряпкой. Тебе подарили новую жизнь, ну так радуйся. Резко сев, я пару раз хлопнул себя по щекам, потом еще раз и уже сильнее. Мысли пришли в порядок. Наконец, можно и разобраться, что и как. Итак, что мы имеем? А имеем мы знания и какие-никакие, но все же ответы. Начать с того, что я в виртуальном мире. Но как подсказывают новые знания, ибо правда это или нет, я точно не уверен. Хотя стоит в любом случае проверить. Взял правой рукой пригоршню земли, развозил ее по траве и, взглянув на испачканную ладонь, отдал мысленную команду «очистить». Вся грязь исчезла, словно и не было. Вот тебе и первый факт. Ибо всякие иконки по краю зрения могут быть проекцией в мой мозг от, допустим, нейронной сети или электронного чипа, а вот взаимодействия с окружающей средой, чем-то встроенным в мое тело, не пояснить. Передо мной не было никакой заставки с привычной для выдуманных виртмиров табличкой «добро пожаловать». Не было и красоток, что стали бы пояснять, что, как и почему я здесь. Все проще и эффективнее. В моей голове возникли знания. Стоит подумать над каким-то вопросом, и тут же появляется ответ, словно я вспомнил то, что знал давно. Это как забыть автора книги, а потом бац, и ответ сам по себе всплывает после небольшой паузы. Тут и вовсе паузы практически не было. Если местная система или ИСКИН или еще что-то знает или хочет сообщить ответ, я его сразу получал. Но, к сожалению, не на все вопросы. Когда я только открыл глаза, то первая мысль была «Где я?» и тот же ответ, что я нахожусь в виртуальной симуляции на основе реальности под названием «Земля-21, вариант-14». На следующий вопрос «Почему и зачем?» получил не совсем полный ответ. Потому что некая цивилизация в далеком будущем, ибо лично мне мало что говорит дата в 128 345 год от создания Содружества Звездных Систем, смогла мало того, что научиться находить сознание умерших в прошлом, так еще и решила их всех воскресить. Правда, пока что только в виртуальных мирах. А вот что дальше, ответа не было. Точнее, он имелся, но до него еще нужно добраться. Но сейчас об этом рано думать, пока нужно тщательно поразмыслить над другими вопросами. Цифра 21 после названия планеты это век. То есть некие, допустим, сервера виртуальных миров, в которых заново начали жить все погибшие в 21 веке. Они вроде как стоят или находятся, не знаю, да и не суть, отдельно от других веков. У меня даже нет понятия, какие именно столетия выбрали для оживления, как, собственно, и ответы на вопрос «Зачем?». В общем, вариант 14 означал именно мой нынешний мир, а именно мир меча и магии. Кстати, выбор за меня сделала сама система, и я даже соглашусь, что она правильно поняла, чтобы я сам выбрал. Ну так, явно же продвинутая штука. Были и другие сервера нашего века. Сколько их всего, неизвестно. Хотя цифра 14 как бы намекает на то, что не меньше этих самых 14 видов миров уже есть. Зато известно, что данный мир полностью географически скопирован с Земли. Но без цивилизации, естественно. Хоть с географией не нужно мучиться. Еще известно, что в данном мире сейчас находится 456 миллионов, 754,680,1 игрок. Мда. 400 миллионов — это вроде много, но учитывая размеры мира, то, по сути, крохи. Но есть одно очень странное «но». В этом мире можно рожать. То есть, возможно, иметь детей. Вот только объяснение, как это возможно и будет ли ребенок человеком или симуляцией человека, ответа не поступило. Теперь, что касается возможности получить ответ на то, что осталось без ответа. Мда. Каламбурчик, ну да ладно. На каждом материке есть некий обелиск. И если достичь его, то можно задать три любых вопроса и получить на них полные и подробные ответы. Вот только, чтобы их достичь, нужно преодолеть и победить кучу монстров, которых в этом мире более чем достаточно. Тут вам и обычные боевые хомяки со своим уровнем, а еще скелеты, зомби, вампиры, личи, огры, орки, драконы, пегасы и так далее. И тому подобное. Список монстров настолько обширный, что лучше пока этим вопросом не заморачиваться. И естественно, чем ближе к обелиску, тем выше уровень монстров. Сама система подсказывала, что лезть к обелиску, не достигнув хотя бы двухсотого уровня, плохая идея. Вот такие вот пироги. Ах да. Есть еще кое-что очень важное. Если умереть в этом мире, то снова не возродится. И даже нет никакой магии воскрешения. Смерть или навсегда, или появишься неведомо где, если появишься, конечно. Может, те, кто умудрился умереть в этом мире, создателям вертмира не нужны в принципе? Ответа, естественно, нет. Просто есть факт. Если умрешь, игре конец. Хардкор просто какой-то. Собственно, уровень ощущений боли и всего подобного тут полностью соответствовал реальным, но на него могли влиять статы. Но об этом позже, так как с ними нужно разбираться очень вдумчиво и серьезно. Не зря же я в прошлой жизни был задротом и профи-геймером. Хотя тут мой опыт пригодится в полной мере. Особенно тот, что касался хардкорной версии одной игры. Вот уж не думал, что опыт игры в Диабло сможет таким образом пригодиться. Мда. Естественно, первым делом я задался вопросом. Если мир такой же, то как с физическими законами? Например, смогу ли я создать огнестрел или что-то подобное? Как оказалось, смогу, но это будет лишь палка, ну или металлическая дубина. В общем, стрелять можно только из лука или арбалета. Ну и, естественно, магии тоже пулять сколько хочешь, а вот все остальное просто не будет работать. Это, конечно, противоречит физике. Даже звучит смешно. Противоречит физике в виртуальном мире. Угу. Как же. Вот хохма. В общем, админы системы явно те еще звери. Просто заблочили огнестрел и все. Мол, куда вы денетесь? Есть такие-то законы. Хочешь, не хочешь, а придется играть по ним. В любом случае, мечты о ядерном батоне и атомной дубинке можно забыть, если только тут нет некого подобия в магии. Следующим пунктом у меня шел вопрос еды и бытовых приколов. Все оказалось просто, но интересно. Во-первых, команда очищения в любой момент может убрать всю грязь со всего тела. Использовать можно десять раз в сутки. Причем, я так подозреваю, это не очищение от грязи, а просто возврат к исходным параметрам тела. Но до разницы, как называть, нет. Главное, что париться с гигиеной не нужно. Во-вторых, остальное тоже можно настроить. Например, хочешь, чтобы хотелось по естественным надобностям? Не вопрос, поставь галочку и наслаждайся процессом хождения в сортир. Хочешь, чтобы был запах от тела или еще откуда? Нет проблем, мысленная галочка все решит. Я мазохистом не был, так что все эти приколы в настройках подключал. Собственно, как и желание кушать, но оставил вкусовые рецепторы. Если вдруг найду что-то вкусное, то почему бы не насладиться вкусом? Следующим пунктом шел мой внешний вид и одежда. По ощущениям, мне лет 20. И опять на мысленный вопрос передо мной возник вид на меня со стороны. Я оказался прав. Да еще и с очень приятным бонусом. Уж не знаю, кто делал систему, но он точно гений. Я выглядел так, как всегда мечтал выглядеть. Рост — метр восемьдесят пять. Вес — девяносто килограммов отборной мышечной массы без тени жира. Правильные черты лица без моего долбанного длинного носа из прошлого. Черные, короткостриженные волосы и темно-зеленые глаза. Да я даже круче голливудского актера выглядел сейчас. Красавчик, что сказать. Вот умеет порадовать система, это точно. Даже как-то легче на душе сразу стало. С такой внешностью можно жить. Вот только, похоже, тут все игроки будут так выглядеть. Хотя, помнится, я знал одного, кто мечтал выглядеть как бодибилдер. Так что не факт. С другой стороны, в этом мире и женский пол будет просто закачаешься. Кажется, мне начинает здесь нравиться. Пусть и виртуальный, но ощущения-то полностью натуральные, и даже секс предусмотрен. Так, что-то я опять отвлекся. Нужно собраться и вернуться к реальности, а то время идет. Как говорится, пока ты спишь, враг качается. Врагов рядом еще нет, но уверен, что будут. Тут даже особо предполагать не надо. Преступники, бандиты и другие криминальные элементы вместе с маньяками и депутатами никуда не делись, и здесь себя еще проявят с лучшей стороны. Так, что у нас дальше? Ага, одежда. Стандартно, у меня самое обычное облачение. И выглядело оно, как доспехи римских легионеров, только шлема нет. Ну и вместо их юбки или что там у них было, я не особо в курсе, но в любом случае на мне сейчас обычные тряпичные шорты. На ногах ботинки, а не сандалии, и это радует. Правда, почему именно берцы, непонятно. Оружия нет, но это тоже понятно. Его предстояло выбрать и купить. Собственно, в интерфейсе имелся встроенный магазин. Со старта у меня всего 100 монет, и тратить их нужно с умом. Если куплю не то, потом придется страдать. К тому же у меня монеты медные, а есть еще серебряные и золотые. Курс простой, но слегка нестандартный. Один к тысяче. Тысяча медных равны одному серебряному. Ну и, соответственно, такой же курс между золотыми и серебряными. Игровые деньги получать можно за уничтожение монстров или продавая что-то на аукционе. Последний пока что, естественно, пуст. Ибо чтобы положить на продажу что-то из вещей или растений, в общем, что угодно, нужно заплатить одну серебряную монету. Нет монеты, значит, и продать ничего не сможешь. Так что пусто там будет еще долго, минимум сутки. Хотя если кто-то рванет со старта, то либо сдохнет, не изучив толком систему, либо, как идиот, выложит на продажу предмет, который купить-то никто не сможет. Впрочем, идиотов даже среди задротов всегда хватало. Это я из личного опыта знаю слишком хорошо. В отдельном игровом магазине системы можно купить все, что угодно, но классом не выше отличного. А были еще редкие, потом, естественно, эпические и, круче всех, героические вещи. Их можно было как сделать самому, так и добыть из сильных монстров. Ну, или купить на аукционе у других игроков. Да, элитные твари тут тоже существовали, но мне о них думать пока рано. Сначала надо подрасти, одеться, вооружиться, а уже потом можно и этих тварюк пощупать. Жизнь одна, и рисковать лишний раз опасно. Еще имелись в магазине эликсиры восстановления жизни, маны и даже различная еда, но без бонусов. Еду с бонусами нужно готовить самому. Собственное зелье тоже можно готовить, но пока рано об этом думать. Как и что-то покупать? Прежде необходимо разобраться с самым важным, что я отложил в конец очереди. Статус. Мысленно активировал самую важную свою табличку. Кстати говоря, стартовые параметры у всех игроков абсолютно одинаковые, что радовало. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – один день. Пол – мужской. Титул – отсутствует. Клан – отсутствует. Профессия – отсутствует. Специальность – отсутствует. Уровень – первый. До следующего уровня – 0 из 100. Здоровье – 80 из 80. Мана – 0 из 0. Выносливость – 80 из 80. Сопротивление магии – 0. Сопротивление физическим атакам – 0. Сопротивление ядом – 0,8%. Основные характеристики. Сила – 8. Ловкость – 8. Интеллект – 0. Дух – 0. Стойкость – 8. Свободных очков – 5. Вторичные характеристики – отсутствует. Свободных очков – 5. Умения игрока – отсутствует. Свободных очков – 5. Достижения игрока – отсутствует. Эффекты – отсутствуют. Естественно, я первым делом возмутился нулям в интеллекте и духе. Может, я и не гений, но уж точно не тупиться, а тут нули. Обидно, если честно. Но все оказалось не так, как я привык. Интеллект – это не уровень моих умственных способностей, а уровень развития моего личного эскина, который отвечал за обработку и реализацию применяемых мной умений. То есть, сколько интеллекта, столько физических или магических умений я смогу использовать. Кроме того, данный пункт увеличил силу магических умений на 0,1% за единичку интеллекта, а также уменьшал стоимость применения заклинаний на 0,5% за единичку. На физические умения он не влиял, и это звучало логично. Дух. Это и вовсе одновременно новый и при этом знакомый параметр. От него зависели количество маны, сопротивление магии и физическим атакам. Но также от него зависела мощность физических умений. Тут, как и в магии, от одной единички духа повышался урон физических умений на 0,1%, но и, естественно, уменьшалась стоимость применения физических умений. В общем и целом, все понятно. Мана – это, по сути, ограничитель использования умений. То есть, чтобы, например, кастануть или ударить умением первого уровня, нужно потратить 10 маны. А значит, хочешь хоть что-то использовать, то повышай дух. Дальше шли, с одной стороны, простые и понятные параметры, а с другой пришлось вставать и тестировать на практике, как это все работает. Начал я, естественно, с силы. Примерная арифметика тут понятна. Если по-простому, то одна единица силы равна 10 килограммам поднимаемого груза. То есть я сейчас мог без проблем поднять 80 кило и держать их на весу, пока не закончится шкала выносливости. Можно поднять и больший вес, но при этом увеличивается скорость убывания выносливости. С учетом веса моего тела проверить это несложно. Я просто принял упор лежа и начал отжиматься, при этом терпеливо наблюдая, как уменьшается шкала выносливости. Получалось, что за минуту я расходовал 10 единиц выносливости. Дальше было несложно рассчитать и самому. Причем, когда я отжимался, то никакого напряжения не ощущал. Это получалось легко и просто. Следующим параметром для проверки стала ловкость. Этот параметр протестировать сложнее, но тоже можно. Влиял он на меня вполне привычно, как для игрока. То есть повышал мою скорость и гибкость. Еще, как и сила, мог влиять на вторичные характеристики, но у меня их пока не было, так что и рассуждать не о чем. Дабы проверить ловкость, пришлось помахать руками, сделать пару сальто с места и сесть на продольные поперечные шпагаты. В итоге я пришел к выводу, что тело у всех игроков, как у хорошего спортсмена, в прекрасной форме. Упражнения выполнялись легко, но вот выносливость падала существенно. За 10 минут моих экспериментов она стала меньше половины, 35 из 80. В результате я обратил на этот параметр пристальное внимание, восстановить выносливость оказалось легко, но это пока что, так как одна минута ничего не делания восстанавливала всего одну единичку выносливости, и зависела выносливость от стойкости, что в принципе логично. Также от стойкости зависел уровень жизни, или по-другому, мои хпшки и сопротивление ядам. И естественно, от этого параметра зависела сила некоторых вторичных умений. Подведя итог, могу сказать одно. В данной игре любому классу все параметры важны, и все параметры нужны, как в песенке, ёпта. Аж улыбнулся от этой мысли. В общем и целом, мне ситуация понятна. Кроме того, у меня оказалось пять свободных очков, и вот тут уже придется хорошенько проскинуть мозгами, куда их пихать. Никаких идей, чтобы оставить в запасе, у меня не было. Такой тупостью я не страдал. Любой задрот вам скажет, что чем выше твои параметры, тем быстрее ты убиваешь мобов. Чем быстрее убиваешь мобов, тем быстрее растешь в уровне. А все эти откладывания на черный день – это для мазохистов и черепах. Конечно, можно потратить кучу времени на попытки поднять, допустим, силу или ловкость с помощью упражнений, и здесь даже имелась такая возможность. Например, можно сделать 20 тысяч отжиманий и дадут тебе заветные плюс-один силы. Вот только я за это время уже возьму уровни 10, и мне будет абсолютно плевать на то, что когда-то там, в далеком-далеком будущем, когда великий страдалец дорастет до моего уровня, то он будет немного сильнее меня в базовых параметрах. Тьфу ты, глупость какая! Те, кто думал так, явно не умели считать. Но да это их дело. Хотят страдать из-за собственной глупости. Кто им доктор? Так, пора переходить к следующему пункту. Это вторичные характеристики. На первом уровне мне доступны 10 видов таких. Все они работали пассивно. Но как именно понять, насколько сложно, даже несмотря на пояснение системы? Конечно, большая часть понятна и так, но вот остальные не очень. Такие характеристики, как меткость, ускорение, медитация, уклонение, укрепление тела и ментальная защита, понятны и без особых пояснений. Меткость, естественно, увеличивает точность моих как физических, так и магических атак. Ускорение позволяло стартовать и тормозить быстрее и зависело от ловкости. Медитация позволяла быстрее восстанавливать выносливость. КП и ману и влияла на откат умений, зависело от духа. Уклонение, понятнее некуда, повышало вероятность уклониться от атаки, зависело от ловкости. Укрепление тела, как ни удивительно, но укрепляло тело, и особенно мои кости, зависело от стойкости. Ментальная защита так вовсе удивила, защищала мой разум от возможности взять меня под контроль. Тут и такие монстры, оказывается, есть. Зависит от интеллекта. А вот как будут работать остальные четыре, не совсем понятно. Маскировка, тихий шаг, шанс критического урона и мощность критического урона. Точнее, я, конечно, понимаю, что они означают, но вот как именно работают в этом мире, не ясно. Маскировка позволяла игроку сливаться с местностью, но как? К сожалению, подробного пояснения не было. Ясно только, что эта характеристика работала, лишь когда игрок не двигался. Хм, без теста непонятно, насколько полезная характеристика. Тихий шаг уменьшал шум при передвижении. И опять нет понятия, насколько сильно снижается шум. Ясно, что полезная штука, но насколько? И зависела она, естественно, от ловкости. Странно, что маскировка ни от чего не зависела. Шанс и мощность крита — это, конечно, круто, но опять-таки нет формулы, как они работают. Насколько увеличивается шанс? Насколько сильно увеличивается урон при крите? Данных нет. Только общее пояснение и всё. То есть, если брать, то словно кота в мешке. То, что кот, это ясно. Но какой? И здоровый ли вообще? Нет. Да ещё и привязки никакой не было. Печально. И главное, что делать, непонятно. И стратишь очки, а прирост по урону будет никакой. И что тогда? Ну или будет ощущаться только на высоких уровнях, когда уроны сумасшедшие? С другой стороны, возможно, сразу даст хороший бонус к урону. Мда. Тупик, однако. Отложив характеристики на потом, решил ознакомиться со списком умений, которые мне доступны. Всего их было 24. Хоть здесь всё понятно и чётко расписано. К тому же всё равно нужно начинать с умений, а потом уже под них подгонять остальное. Заодно и определюсь с тем, кем я буду. В общем-то, я и так уже знаю, но на всякий случай сравню. К тому же арифметика понятна и проста. Урон у всех умений одинаковый. Вот только одно дело — биться с монстрами вплотную, и совсем другое — кромсать всех на дистанции. У тех же умений, где нет урона, есть точное описание действия, и брать их можно в каком угодно миксе. Хоть танк магом становись, или ещё кем-то подобным. Если разделить умения по их свойствам, то получалась вполне знакомая мне смесь из тех игр, которые я и так знал. Можно смело выделить даже чистые классы на их основе. На данный момент я видел их шесть. Рыцарь-танк, ассасин, гладиатор, он же дуручный боец, маг, лучник и хиллер. Вот только в данном случае можно совмещать несовместимое. А значит, всё не так просто. Да и к тому же это умение лишь для первого уровня. А на каждом десятом список будет увеличиваться. Интересно, а классы тут есть? Или специальность — это и есть класс? Просто пояснение, что такой специальность у меня пока что не было. Система молчала. Собственно, с профессией то же самое. Хотя тут, я думаю, спрятаны всякие алхимики, кулинары, кузнецы и тому подобное. Ладно, вернёмся к нашим баранам, то есть умениям. Огненный шар, ледяная стрела, столб пламени, магические корни, рывок, удар щита, сокрушительный удар мечом, крик ярости, двойное рассечение, оглушающий удар, вихрь мечей, воля воина, двойной выстрел, зоркий глаз, точный выстрел, оглушающая стрела, кровавый шаг, удар в спину, удар с разворота, теневой рывок, свет исцеления, свет восстановления, свет очищения, мгновенное исцеление. В общем и целом всё понятно. Для каждого класса есть четыре умения. Но по факту взять имеет смысл только два или три. По-другому просто духа не хватит. Ну или инты. Подумав ещё раз, я понял, что первоначальный выбор был верным, как и всегда. Всегда и везде самый быстрый класс по росту уровня – это маг. Многие думают, что лучше всего для выживания делать закованного в броню рыцаря, но это не так. Как говорится, выигрывает тот, кто быстрее всего бегает. Фиг догонишь, и фиг убежишь. И тогда всплывает, конечно, лучник. И да, это отличный выбор, но есть одно но – урон. Если бы не было таких умений, как столб пламени и корни, то я бы, не думая, взял лучника. Но они имелись, а значит, выбор очевиден. Да и нравились мне всегда именно маги. Хотя из-за луков тоже иногда поигрывал. В итоге я остановился на трёх умениях – столб огня, корни и мгновенное исцеление. А всё потому, что остальное – либо ближний бой, а это как ни крути опасно, либо сходу становить снайпером. Так как большинство дальнобойных умений атакуют по прямой, то кто мешает целью вернуться или мне не попасть? Конечно, можно тогда совместить с корнями всё, что угодно, но тут есть нюанс. Зачем? Почти все умения наносят урон, равный десяти единицам. Один раз. А столб огня жарит, пока горит. То есть все три секунды, по десятке каждую секунду. Против сильных противников это умение бесполезно. Развеют корни и дадут мне по голове. Но, думаю, на начальных уровнях умом и сообразительностью мобы не должны отличаться. Ну, или тут все просто передохнут в первый день. Так что логика – наше всё. Выбор сделан. Такс. С умениями закончил. Но не совсем. Теперь основные характеристики. Две инты и три духа, или три инты и два духа. Дилемма. В первом случае я останусь без хила, а во втором смогу применять только два умения за раз. Ммм, нет. Как ни крути, но без экстренного хила я никуда не уйду. Но его в баню такие риски. Корни действуют семь секунд. Кстати, так и не понял, почему так долго. На группу, что ли, расчёт? Ладно, опять отвлёкся. За семь секунд я свалю далеко и надолго, а быстрый хил всегда спасёт от неожиданного удара. Так что решено. Берём три инты и два духа. К тому же терпеть только один уровень. На втором уже смогу сделать по три каждого. Система новых свободных очков несложная. Каждый уровень даёт плюс одну очко характеристик. Каждый пятый, кроме одного очка характеристик основных, ещё плюс одно в дополнительные падает. И только каждый десятый даёт ещё одну очко умений. Собственно, именно умения мне придётся, похоже, экономить и копить. Уж очень ценная штука получается. Да и не ясно, что там дальше. Так что сейчас я потратил только три свободных очка умений, и в ближайшее время тратить их не собираюсь. Что же, осталось последнее. Вторичные характеристики. И вот тут надо задуматься, стоит ли их вообще применять. Просто так я не прикидывал, но по сути, кроме крита, ничего полезного для меня на данный момент нет. Точнее, не так. Есть, но и без этих пассивок я как-то смогу прожить. А вдруг дальше чего поинтереснее дадут? В ближний бой я лезть не собирался. Так зачем тогда спешить? Разве что насчет крита подумать. Но и тут есть нюанс. Я же пока никого не убил из монстров и даже не встретил. Так стоит ли спешить? Думаю, сначала попробую так, а если будет тяжело уничтожать мобов, то тогда уже и что-то поменяю. Закончив с выбором, я перешел в магазин. Тут все просто. Смысла покупать оружие не видел, только деньги тратить. А вот щит я себе хороший за целых 20 монет купил. Он точно пригодится. Но остальные деньги пока отложил. Но купил десяток банок на ману и десять на хп. Итого потрачено сорок монет. Можно еще шлем, но, подумав, отказался от этой идеи. Если что, потом возьму. Такс. И где тут у нас монстры? Поднявшись, я смотрелся. Щит закинул за спину, у него и крепления были под это дело специальные. Все-таки щит не абы какой, а хорошего типа. У вещей всего шесть типов. Обычный, хороший, отличный, редкий, эпический и героический. Обычный это как в реальности. Просто кусок железа или еще чего. Хороший уже обладал свойством прочности. То есть не на один удар вещь. Обычный сломал и сразу выбросил, а с хорошим не все так просто. Прочность позволяла восстановить вещь. Вот сейчас у щита было 30 очков прочности. И если повредить ему их, то со временем она сама восстановится, но медленно. Одна единица прочности восстанавливалась час времени. Другое дело предметы отличного типа. Они правда стоили все по 20 серебряных, но зато и давали так неслабо. Для начала прочности у них в 10 раз больше, а во-вторых, восстановление занимало в 100 раз меньше времени, а точнее в 120 раз. За 30 секунд одна единица. Редкие были такими же, как и отличные, но еще и давали плюс к различным, от одного до трех характеристикам, как основным, так и вторичным. Причем повышали их тоже случайным образом от одного до 10 максимум. Эпические все то же самое, что и редкие, но дополнительно могли от одного до 10 увеличить уровень умения, причем не одного, а до пяти штук. Героическое это и вовсе что-то с чем-то, ибо кроме всего, что дает эпик, они еще и сами имели активное умение. Правда, уровень этого умения мог быть как первым, так и десятым, но не выше. Но самое главное, что на применение этого умения мана владельца не расходовалось. Там только откат умения был и все. Бомба, а не оружие. Пока я размышлял над вещами, параллельно выбирал направление движения. Карта тут интерактивная, но толку от нее ноль. Все, что я видел, так это поле, на котором стоял, и все. И как тут искать монстров? Ага, ясно. Теперь я знаю, что монстры здесь есть везде, но в зависимости от местности их либо почти нет, как в поле, или очень много, как возле гор или заброшенных крепостей, а также городов. Значит, идем вдоль опушки леса в сторону гор и вглядываемся в заросли вокруг. А то еще выскочит какая-нибудь тварь, а я тут два часа сидел и размышлял. Впрочем, не думаю, что первые монстры будут агрессивными. Слишком это сложно для любых новичков.